так здесь я тоже проведу прямой эфир чтобы чтобы уже все сразу а вот и залью на свой канал так что вы тоже подписывайтесь на мой youtube канал и так самый часто задаваемый вопрос кто не в инстаграме да кто у нас на фейсбуке на юбе самый часто задаваемый вопрос вчерашнего дня скажем так это про пост почему я пощусь почему я пощусь потому что самого начала моего христианского пути я пришла из неверующей семьи самого начала я поняла что для меня лично ключ то есть я сама по себе могу сделать только какую-то маленькую часть но битва там за души людей это духовные вещи я ничего не могу делать если я делаю там сама по себе называется благотворительность гуманитарная помощь как хотите это называть это тоже все хорошо но христианство это более бы так духовные вещи это нужно делать и это не оставлять но для меня пост это когда у меня есть какой-то человек за который у меня сердце болит я за него начинаю поститься я за него начинаю молиться и бог что-то производит его жизнь то есть я могу то поговорить с ним кофе попить не за погулять и так далее но бог что-то независимо от меня всегда производит в жизни людей и поэтому я пощусь то есть для меня это не какая-то традиция вот там пост на рождество пост на пасху общий церковный пост для меня это более такое осознанное действие я пощусь потому что я понимаю духовные принципы я понимаю что я очень много чудес вижу именно в жизни других людей когда я беру посты я пощусь один день или два дня или три дня или семь дней брала 40 дневный пост на овощах и фруктов вот но для меня это всегда 99 процентов давайте скажем так это за такого-то человека а сейчас я пощусь за определенного человека раз в неделю также я приезжаю на район я с ним разговариваю я пытаюсь его там выцепить но также я молюсь и я пощусь и я понимаю что это должна быть какая-то божья работа производится сердце этого человека вот поэтому своими словами своими каким-то уговорами это понятное дело что это просто какая-то небольшая часть которые которые я делаю вот и все если приводить какие-то примеры до поста например я постилась постилась много в африке очень много постилась потому что там вообще я не знаю как выжить было без того что ты постишься я там постилась больше чем я ела вот без причастия и без постоянного общения с богом невозможно выжить в таких условиях абсолютно поэтому я понимаю что мы не настолько ну нужно было зацепиться за богом не настолько нужно было чтобы он меня вел и чтобы он что-то делал что я постоянно 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 постилась да дети на меня очень сильно обижались потому что они мне всегда готовили завтрак вот и я делаю вид что я ем чтобы не обижать и не горели анти мы знаем что ты опять постишься я учила своих детей поститься кто хочет то есть это пожелание было да я говорю так ребята если не пощусь кто будет со мной и дети на тот момент там одному было там 13 лет другому 14 лет они очень сильно чувствовали духовный мир когда они постились они не говорили анти мы сегодня постились мы видели сон что нас ограбит и в ту ночь когда они мне это говорили я часть на это не очень восприняла всерьез но они стали дежурить ночью по очереди потому что ведь мы точно знаем сегодня нас фотографии и вот они вдвоем дежурили и действительно к нам залез вор и пытался нас ограбить то есть для меня это было очень шок на самом деле вот второе что я хочу сказать был у меня помощник в априке да тоже который много чего мы с ним прошли много чудил и так далее и он избавлялся от наркотиков избавлялся от травы я ему говорила мы с тобой давай заключим завет что ты не куришь ты не глупостями не занимаешься на улице вот давай все с тобой согласимся согласимся да 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 он мне пообещал и когда он нарушил свой вот это свое обещание к нему женщина подошла на улице просто в трущобу сказала посмотрел ему в глаза и сказал ты нарушил завет и он прибежал домой такой просто вот насколько можно быть бледному африканцу да он такой бледный прибежал такой в шоке в панике ты постишься сегодня егрута и он не говорит это это просто как как это как это работает игры это духовные вещи это как бог внимательно серьезно смотрит на тебя смотрит на твои обещания смотрит на твою жизнь вот поэтому когда уже он что-то делал он пока мне приходила говорил ты сегодня постишься я буду да я тебе расскажу ты все равно это узнаешь потому что ночью мне снились сны я сверх естественно это все узнавала через такие вещи которые просто невозможно это узнать и он уже приучился что если я пощусь такой я сам я сам я сам себе расскажу вот то есть для меня пост это было ну и средство выживания тоже можно сказать и вот такие чудеса то всегда когда мы шли там в клубы или мы шли в казино и так далее так далее мы часто постились за этих людей и мы служили пророческими дарами да то есть не просто там говорит бог тебя любит или вот еще что-то разговаривали нет мы служили тоже пророческие вот когда ты молишься за освобождение когда я молюсь за освобождение я всегда беру пост то есть трехдневный пост и потом ты молишься за освобождение человека это тоже как лично мое опять же это мои какие-то ключи которые я нашла которые для себя я узнал также в той стране где я жила до были наркоманы которые за которых я постила за которых я молилась и был человек за которого я многие годы постилась я узнаю там с подросткового возраста и он жил в другом городе он ко мне приехал в москву и открыл дверь в мою квартиру начал так чуть ли не тушить и говорить каждый каждую среду ровно в 13 00 мне плохо меня разрывает у меня что-то происходит у меня какие-то духовные вещи переживания мысли о смерти мысли о смысле жизни а о том почему я так живу почему я это делаю это делаю это делаю и я знаю что ты в этот день молишься за меня но не знал что я не то что молюсь за этот день за него я за него и пощусь в итоге это человек человек пришел к богу он покаялся он дал свое сердце иисус а вот у него такая было резкое преображение сейчас у него там свой путь и так далее но тогда меня это поразило то что он даже время назвал именно то вот когда как бы я там за него начинала молиться очень было интересно и я тогда закрылась от него в ванне сказал уходи потому что это было ужасом чуть не прибил меня в общем был другой человек который тоже был на миссию когда мы были в нарофаминске мы за него в общем и ходили тоже наркоман и так я к нему подхожу и так не подхожу и говорю давай там бросай наркотики и молюсь за него это не в какую игру хорошо игры я за тебя буду поститься он посмеялся а потом через месяц пришел с таким лицом черным вот так вот говорит хватит я устал пожалуйста пожалуйста прекрати и что случилось он будет с того момента как ты стала за меня поститься это у меня все двери по все ко всем барыгам закрылись я не могу наставить нигде наркотики это просто какой-то это не может быть такого меня гриб взяли менты меня побили меня отвезли в лес потом я увидел эту картину сама это видела он украл кофе они часто воровали кофе там супермаркете и он бежит вот с этими двумя пакетами кофе он подскользнулся упал его забрали полиция и он говорит я сдаюсь я готов все что мне нужно делать принимать твоего суса давай я принимаю он покаялся он уехал на реабилитацию вот но опять же это то что бог что-то делает сердцах этих людей это пост это молитва и это опять же моя какая-то небольшая совсем часть да но есть божья части когда ты сражаешься за этих людей когда и пост это не просто какая-то традиция а когда я пощусь потому что у меня сердце болит за этих людей меня болит сердце за этих детей на улице да там вот за этих ребят которые приходили с такой разбитой головой и его и слушай я вчера так сказала парню игры слушай я уже не знаю вот уже не зовут как тебя вот так поймать на в карман к себе положить чтобы ты остановился остановился вот и я занял пощусь и он мне говорит где-то ты не поверишь он мне обещался тоже бросить наркотики бросить криминал все мне обещают обещают где-то я решил не приезжать на район ничем не торговать но когда мне возникает такая мысль я приезжаю ты там где-то как вообще объяснить именно в это время именно в этот день а вот наташа я тебя боюсь уже потому что игры знаешь я за тебя молюсь честно я за тебя молюсь я я очень его люблю хочу чтобы он бросил все это но мои слова да это мои слова но есть божья сила божьи чудеса и это после молитвы просто почему я об этом говорю для меня это настолько ей ну очевидно ну конечно ты постишься ну конечно ты молишься то есть я вообще не знаю как без этого служить как служить там без пророческого до какого-то дара применение просто пророчества даже не скажем не дара просто ты пророчествуешь ну конечно то есть я не знаю то есть для меня это нормально это естественный когда мне люди говорят ты просто тусуешься так естественно ты молишься постишься и там плачешь за них и пророчествуешь и бесов изгоняешь ну вот это наверное нужно было проговорить, если люди не понимают или не видят очевидных вещей. Я христианка. То есть я христианка не просто на каких-то словах. Так я служу всю жизнь. Я не понимаю, как еще по-другому можно служить. Это мы разобрали пост. То есть я беру один день, пост два дня, поста три дня, поста семь дней, поста. И мои мотивы, 99% всегда это за какого-то определенного человека. 1% это когда я встаю, я чувствую, Бог говорит, постись сегодня. За что я не знаю. В конце дня, например, или через несколько дней, Бог мне открывает, за что я постилась. Так происходит всегда. Постилась я 40 дней. Я это рассказывала, что на овощах, фруктах я постилась в Африке, когда я стала тоже молиться за одного человека. Он известный музыкант, политик, и он колдун. И, в общем, когда я стала за него молиться, очень серьезно мне стало там ночью бесы приходить, китатаки, какой-то очень, вот просто у меня, я как будто с ума сходила. И тогда я стала искать помощь. Я была одна в Африке. Кто мне говорит, ты такая гордая, ветвая, непокорная? Да, конечно, когда у меня есть запрос, мне, я всегда ищу эту помощь. И я нашла какую-то миссионерку, американку, она жила тоже в Кампале, я приехала к ней, я говорю, слушайте, помолитесь за меня, мне плохо, у меня вот это, вот это, вот это происходит. И она просто так помолилась за меня, какой-то очень такой банальной молитвой. Вот. И я поняла, что Господь меня учил. Он говорит, Наташа, не зависит от людей. Посмотри, есть я, доверяй мне. Вот смотри, вот сейчас наш путь с тобой, ты и я. Все, отцепись от людей, оторвись от них. Доверяй мне. Но я не могла доверять Богу, не могла доверять себе, потому что обязательно мне нужно кому-то было прилепиться, чтобы за меня кто-то там голову, руку возложил. В общем, Бог меня очень долго учил. Ему потребовалось семь лет, чтобы наконец-таки вывести меня из этого состояния ребенка, вечно ищущего папочку, мамочку, за кого зацепиться, наставника. Вот. Доверять себе он меня учил, доверять ему. Да. И не бояться этого. Не бояться говорить, что я действительно вот, ну, я доверяю себе. Это хорошо. Потому что мы не животные какие-то, не какие-то там, я не знаю, еще кто-то. Если Бог говорит, что он нас любит, нам тоже нужно учиться себя любить, уважать себя, доверять себе. Вот. Поэтому это насчет поста. То есть это для меня сверхъестественные вещи, которые относятся к спасению определенного человека. Вот. Это раз. Кстати, когда закончился тот 40-дневный пост, чем больше дней я постилась, тем становилось мне хуже и хуже и хуже. И я стала в последнее время принимать каждый день причастия, каждый день причастия, причастия. И уже под конец настолько было демоническое присутствие в моей квартире, что я там спать не могла. Но когда 40-дневный пост прошел, вот в этот же день, вот все как рукой с ним. Вот. И был такой момент, когда был конец поста, не 40-дневного, а другого поста. Потому что я, когда закончила 40-дневный пост, я сразу же начала там через несколько дней еще пост. Потому что у меня вот так вот просто, я поняла, Господь, я без тебя не могу. Я постелась за этого же человека три дня. И я приехала в клуб с одним моим другом. Это такой клуб, который просто вот Шарашкина контора, где там все черные бухают. В общем, там просто трешак. Мы сидим за столиком с вот этими пацанами. Они бухают. И ко мне подходит ведущий. И дает протягивать мне пиво. Я говорю, я не пью. Он говорит, почему? Я говорю, я христианка. И он говорит, о, класс. И он на Луганде говорит, ну, про меня какие-то гадости. А я понимаю этот язык. Я ему говорю, я ему отвечаю на Луганде. И он говорит, так, стоп, подожди, ты что, понимаешь, о чем я говорю? Я говорю, да, понимаю. Он говорит, тогда на тебе микрофон, скажи всем, что ты думаешь. И мне ведущий дает микрофон. Я выхожу к сцене и говорю, мы сейчас все склоняем головы и все молимся. Потому что... И я начинаю просто вот в клубе им проповедовать. И все как зайки вот так вот склонили головы и стали молиться. И я говорю, я молюсь за... Называя имя вот этого человека, я говорю, я молюсь за его покаяние. И в эту секунду открывается дверь, ходит он с его охраной. И вот такая картина, что все сидят в клубе, склонили головы, молятся и как бы за него считаются. Вот. То есть очень-очень много таких вот чудес было, которые так и не расскажешь. На самом деле это просто вот... Их было сотня таких чудес. Я даже не знаю. Но надо как-то все это рассказывать. Второе, о чем я говорю, это о том, что меня обвиняют в том, что я говорю, что не ходите в церковь. Я такого никогда и нигде не говорила. Ходите в церковь. Ходите в церковь. Но давайте просто себе ответим на вопрос. Зачем мы это делаем? Честно. Те ответы, которые вы видели, это в основном мы приходим пообщаться, это комьюнити, это мы приходим друг за друга помолиться, поназидать, опять пообщаться, вместе с сестрами, с братьями, пообщаться и так далее. То есть если церковь это равно клуб какого-то общения, так это просто клуб общения. Я думаю, опять же, это мое мнение, что церковь это соль, это свет. И это ответы на те трагедии, которые происходят сейчас на нашем мире. Происходят войны, геноцид, происходит детский трафик, происходит и так далее. Много всего. И мы как церковь, как тело Христа, наверное, должны быть ответом. Для этого, наверное, мы молимся, наверное, мы для этого постимся. Мы для этого, наверное, там назидаемся и так далее. Мы читаем Библию, читаем. Но если честно, вы себе ответите, зачем вы туда ходите? Потому что там хорошо, там приятно, там можно попить, там можно получить какое-то вдохновение. Но когда мы уже вырастем, когда вы уже 20-30 лет входите в церковь, и вы все хотите, чтобы вас вдохновляли и поддерживали, и вдохновляли, и поддерживали, ребята, люди погибают каждый позже день от страшных трагедий. В ЮАР до сих пор детский рынок, где продают деток, войны. Я не только про войну в Украине говорила, я говорила про войну в Южном Судане, я говорила про детей-солдат в ОНГО и много-много-много всего. То есть мы не ответ. Более того, те, кто мне звонят и говорят, сестричка, сестричка уже красный флажок вот такой надо мной летает, сестричка, Иисус говорил, не бойтесь и не ужасайтесь. Будут войны. И это терроравно, вы хотите сказать, чтобы я закладывала глаза и не обращала внимания на войну, не обращала внимания на вот все это говно, да, хотите, чтобы я только была милой, приличной христианкой. Так вот, что я вам хочу сказать. Я ужасаюсь, но я ужасаюсь больше от того, как вы реагируете на те трагедии, которые происходят, на несправедливость, на жестокость. Вы реагируете так, вы говорите, не смотрите туда, а это не наше дело, мы призваны там молиться и так далее. Вот от этого мне жутко, от этого я ужасаюсь. И те люди, которые меня вот пишут, звонят и говорят именно вот этот постулат, не надо мне этого говорить, не надо мне звонить, не надо мне писать, мне от этого больно. Мне не больно, когда вы меня там хаите, обзываете, мне смешно, вот честно, вообще, меня ничто не может коснуться. Кроме того, что вы говорите, что, не обращая внимания на войну с Украиной, например, да, не наше дело, мы призваны там где-то молиться. Ужасно, страшно жестокая позиция, и это церковь. Так вот, я с этим абсолютно не согласна. Поэтому, что касаемо ходить в церковь или не ходить, ходите в церковь, делайте, что хотите, это ваша личная жизнь. Я нигде не призываю не ходить в церковь. Я говорю, задумайтесь, зачем вы туда ходите? Посмотрите на ваши честные ответы и скажите, а для этого ли Христос создал свою церковь? И я верю в невесту Христа, я верю, что врата в ада не одолеют ее, я верю, что Бог создал эту церковь. Для чего? Чтобы мы там сидели, еще друг другу глаза закрывали на войну. Тело Христа, если вы говорите, тело Христа, да, церковь, оно не может сидеть и болтать, и изучать, и друг друга вот назидать, какие мы бедненькие, несчастненькие. Тело Христа, оно идет, у него есть руки, ноги. Для чего? Голова, чтобы думать. Куда идет Христос? Наверное, в темные какие-то места он идет. Так вот, о чем я говорю. Просто подумайте. Для чего? Такой стих, да, мне прислали. Не оставляйте собрания своего. Прекрасный стих. И опять же, если вы видите комментарии девушек, которые мне пишут, это не единственные, кто мне пишут. Многие я не выставляю, потому что, да, это там, они просят мне выставлять. Ну, это жуть, что творится. Если вы скажете этим женщинам, не оставляйте вот этого собрания, вызывайте полицию тогда сразу. Вы о чем говорите? Это манипулятивный стих из Библии. Вы знаете, что Библию можно прекрасно манипулировать сознанием людей. Но Библия – это живое слово, которое приносит свободу людям. Так вот, если вы говорите, не оставляйте собрание своего, это не значит, что церковь, которая называется пальмовая ветвь, да, и вот ее вы не должны никогда, вот умереть не должны. Но это не так, это неправда. Я вам могу сказать, что есть другой стих – бойтесь закваски фарисейской. Что это значит? Бойтесь религиозников, бойтесь вот этих законников. И распяли Христа не гангстеры, да, а распяли Христа вот эти вот религиозники, потому что они его позвали к себе домой, накормили, дом свой открыли, и так к нему, и так, и думают, вот как мы хорошо его приняли. А он зашел к нему домой и говорит – лицемеры, придурки. Ну так и написано в Библии – дураки, фу. Вы полны жадности, вы полны коррупции, и он их хает. То есть люди, уважаемые учителя, да, пригласили Иисуса к себе домой, а он их давай хает. То есть там ничего хорошего он им не сказал. Они же дверь свою открыли. Они же, как бы для меня церковь – это дело только хорошее. Я не обижена церковь. Дверь открывали, кормили, все прекрасно, идеально. Но Иисус, в отличие от меня, лицемерки и созависимый, не был сотиком, не был угодником, как и я. Понимаете? Он говорил все, что он думал. Вот за это его распяли. И вот поэтому мои там стрелы какие-то не наберут миллион огонечков или перепостов. Потому что я правду говорю, она неудобная. Она какая-то такая, таким языком нерелигиозным. Я говорю, один человек мне позвонил, и я ему просто как есть, так и сказала. Он, в общем, ай, у нас же не христианское слово. В общем, фу, этот весь религиозный маразм. Я от него очень далека, говорю по-простому. Вот. И ничего из себя не строю. Так вот, ваше дело, ходить в церковь или не ходить, но просто задумайтесь, не манипулируют ли вашим сознанием эти люди. Если у вас прекрасная, хорошая церковь, прекрасно, хорошо. Дальше. Пятигранное служение. Пятигранное служение – это когда есть апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пастора. У нас все строится на чем? Пастора. Есть союз, есть профсоюз, есть какое-то объединение, членство, пастор. И все вот так. Ну, давайте задумаемся. Та ли эта церковь, которая описана в Библии тогда уже. И есть прекрасные пастора. Чтобы вы понимали, есть прекрасные пастора, с которыми я общаюсь. Я говорила, проводила этот пример, кто говорил, что ты такая бунтарка, непослушная. Я самая послушная, самая смиренная из всех, кого вы можете представить. Потому что если вы пообщаетесь с теми пасторами, с которыми я служила, они вам это подтвердят. Потому что этих пастора, во-первых, я их уважаю, они не манипулировали мной, они не контролировали никогда меня. И я их люблю, уважаю и готова была сделать для них все. Здесь пастор, который из Чикаго, да, он мне сказал, такое задание дал. Он говорит, Наташа, нарежь там тысячу каких-то карточек. Я вот с утра до ночи резала эти карточки, там какие-то надписи были. Это для его проповеди воскресной. И я стою, утро, день, вот все уже там до ночи, карточки режу, и там уже у меня вот, я уже так устала, глаза в разные стороны, не покушала, ничего, ну надо вот выполнить то, что пастор сказал. Он возвращается, смотрит на эти карточки, говорит, Слушай, знаешь, я передумал, у меня будет другое послание в это воскресенье. Я не сказала, ты что, пастор, блин, я здесь карточки тебе целый день резала. Я говорю, пастор, хочешь, я ночью буду кружочки вырезать. Ради тебя все же угодно. Я это говорю искренне, потому что я ему так благодарна, я бесконечно благодарна очень многим людям. Поэтому говорит, что я хаю церковь, я хаю пасторов. Нет, я хаю дебилов, которые закручивают женщин. Вот, да, и говорят, что пусть тебя муж там фигачит, а ты сиди, не оставляя собрания своего. Я против этого говорю. И также я говорю задуматься. Для чего мы ходим в церковь? Просто для чего? Когда вокруг нас столько трагедий, столько всего. Только и всего. Если вы хотите, Господи, ходите. Это понятно. Дальше мне говорят, наша церковь ездит в детский дом. Ребята, но вы меня не обманете, потому что я в церкви очень-очень давно. Наша церковь ездит в детский дом. Я вам хочу сказать, что это такое. Это один человек, один несчастный. Вот эта девочка из пяти тысяч. Я не абстрактно сейчас привожу церковь, а только куда я ходила. Она одна взваливает на себя все эти свои коробочки, там мешочки, как она это называет, да, и едет в другой город, в детский дом, в ПНИ и раздает там эти рождественские коробочки, ну и, конечно же, заботится о всех этих детях между Рождеством, да. Поэтому говорит, что наша церковь занимается, вы приписываете себе служение одного человека, который офигел уже, который уже, вот она мне звонит и говорит, Наташа, я больше не могу. Она плачет, говорит, не могу, мне тяжело. Я говорю, а почему ты мне это говоришь? Почему ты церковь не скажешь? Она говорит, а если я выскажу? Мне никто, ну, дети останутся тогда без подарков, без одежды, без еды и так далее. Я не смогу помочь детям, и я ее прекрасно понимаю и не осуждаю. Точно такая же лесомерка была и я, потому что я вам выставляла картинки в Африке, как мы кормим детей, все верно, так и было, как мы их лечим, как мы их обуваем, одеваем, но я не выставляла другую часть. Какую? Казино, бары, где мы там проповедовали, пророчествовали, но это были казино и бары, это были гриарды грешные, уж простите вы меня, да, и так далее. И все вот такие вот заведения, да, куда бы мы чистенькие прихоженные бы, наверное, мы даже не зашли, а должны, наверное, идти. Ну, как бы, да, церковь, это тело, тело, оно ходит, оно не сидит в какой-то коробке. Вот. Была такая церковь, в которую я сюда приехала, да, она называлась Миссионерская церковь, Миссионерская церковь евангельских христиан, что-то такое. Вот. И они два часа, два часа, два с половиной обсуждали различия языков, можно ли их отсталковать так или так. И вот я уже сижу и так, я уже и так сижу, я уже не могу, я уже просто думаю, господи, самим не скучно это все обсуждать, я уже вышла погуляла, я уже пошла туда, уже кофе кипела, уже сижу, думаю, сколько можно этому солить. Меня попросили на семь минут выйти, рассказать там свидетство про Кенни, даже не про мою страну, да, что можно в семь минут запихнуть в семь лет, которые я там прожила. Я сказала что-то такое, ну, в общем, такое что-то сказала, вот, потому что я там работала на одной организации, и я сказала про них. Ко мне пастор подошел, вот так с опущенными глазами и сказал, Наташа, я тебе в глаза смотреть не могу, не могу тебе смотреть в глаза, в миссионерской церкви. Я ничего не сказала вообще, ну, это взрослый мужчина, и, да, и мы, каждый из вас взрослый, мы ответим, наверное, за себя, просто, наверное, нужно задавать себе вопросы, другим вопросы, размышлять, да, для этого нам, наверное, голова нужна. Дальше, что я хочу рассказать, да, так сказать, обсудить, это то, что вы говорите, что спасение – это равно хождение в церковь. То есть если я не хожу в церковь, по-вашему, я не спасена. Это не библейский принцип, да, потому что я знаю, которые по вашим меркам, они очень неверующие, они далеки от Бога, они такие вот и так далее. Но когда ты с ними общаешься, когда ты с ними близко общаешься, задаешь им какие-то вопросы, ты видишь, насколько у них чистое детское сердце. И таких вот я видела и бандитов, и наркоманов, да, кто-то из них покаялся, отдал свое сердце Иисусу, кто-то, я не знаю, тоже не могу сказать, да, но эти люди переживали, знали Бога и общались с Ним, да, и многие из них спасены, я уверена, потому что их детское сердце чистое намного чище, чем наших вот этих вот махровых религиозников, которые стоят с кафедры и там вещают. Вы не можете взвешивать сердца, да, мы можем об этом рассуждать, и осуждать мы можем, критиковать мы можем, это уже другая тема, да, но вот так вот говорить, что церковь это равно спасение, нет, это манипуляция, чистая вода, это неправда, это не библейская позиция. Церковь это семья, вы говорите, да, семья это тире, ты хочешь детей, это семья это тире общение. Так смотрите, я не хочу детей, у меня их никогда не будет. Ну, значит, церковь что, у меня уже что-то там рушатся, какие-то принципы. Дальше, если вы сорокалетний мужик, и вы до сих пор сидите в семье с мамой и с папой, что с вами не то? Я думаю, что самостоятельность это то, чему нас вообще не учат. Нужно бы, наверное, потому что самостоятельность это когда, представьте себе, что вы оторваны от пастора, от подружек своих, да, от своего хора, от наставника, от вот от всех вот, от всех оторваны, и вы в чужом городе или в чужой стране, а такое может быть. На чем тогда основывается ваша вера? На проповедях ваших? Я почему не спасена? Потому что я проповедь вашу в воскресенье не послушала, хор ваш не послушала, я не пообщалась с милыми братьками и сестричками, и моя вера на этом не основывается. И кто мне пророчествует, да, уже там 20 лет и больше, что я там грешница, я ступлюсь, да каждый может наступиться, поверьте, я не это самое, не ангел, который летает в небеса, каждый может наступиться. Но я понимаю, что моя вера не строится на проповеди воскресенья, и она не строится на том, что пошла я в церковь или не пошла, она строится на моем желании общаться с Иисусом и на моем желании, чтобы люди спасались. Все. Поэтому говорить, что церковь равно спасение, это равно манипуляция. Не верьте этому, это неправда. Да, церковь равно семья, это просто отчасти, это хорошие люди, да, там, с которыми вы общаетесь, прекрасно общаетесь. Но когда вам сорокет или тридцать, подумайте, сможете ли вы жить самостоятельно, будете ли вы Бог любить самостоятельно, без всяких пинков, подзатыльников, без всяких накачиваний веры. И я думаю, что если вы хотите большего чего-то, если вы хотите действительно глубоких, серьезных отношений, вот именно к этому Бог вас будет и вести иногда, что вам нужно будет самостоятельно решение принимать вместе с Ним, на Него уповать, а не на пастора, подружку или какого-то там лидера, головой свою думать. И это называется взросление. Чего у нас и не хватает в церквях. Мы все маленькие дети, которые можно вот так вот крутить, манипулировать, они все равно будут сидеть, не оставить собрание своего. Так и присидят. Но вы не сможете сделать что-то весомое, если вы не вырастите. Потому что рост – это принятие решений самостоятельно. Не когда вы постоянно бегаете к мамке или к папе. И советуетесь. Советоваться хорошо, когда у вас есть запрос. Когда у меня есть запрос, я советуюсь. У меня был наставник, его звали Ральф, пророк из Канады. Этот человек, которому, во-первых, у меня были взаимоотношения, он был моим наставником, это дедушка, который учил меня пророчествовать. Но он знал. То есть мы с ним дружили, понимаете? У нас отношения были. Он меня учил, я с ним везде ездила и так далее. И он понимал, кто я. Самое важное, наверное, он понимал, кто я. Он мне всегда говорил, Наташа, ты должна следить за политикой, ты должна разбираться в политике, и ты будешь говорить церквям. И вот это я никогда не верила, что я буду говорить церквям. Я думаю, да, он везде правду про мою жизнь говорит, но церквям говорит самое скучное дело, которое я засну. А сейчас я не могу просто. Все сбывается, все пророчество сбывается. Мне бы не хотелось. Мне так хорошо там на улице с этими вот пацанами. Господи, у меня просто отдушина моя. Кто-то говорит, ну да, то ты суешься. Да и слава Богу. Отпустите меня, отцепитесь от меня, дайте потусоваться. Вот. Но я, почему говорю церквям? Потому что мне, я смотрю столько нужды, а я не могу ничего сделать. Это бессилие какое-то. А мы зато сидим, три рукава ефрата обсуждаем под 30 лет. Ну какой позор. Вот почему я говорю церквям. Задайте себе вопрос, с чего вы там сидите? И откройте глаза, посмотрите на нужды этих людей вокруг себя. Почему я говорю постоянно церквям? Это мой меркантильный интерес. Потому что я не могу достигнуть этих людей. Мои дети как умирали, так умирали. Эти пацаны там как стреляются, как стреляют. Но зато мы общаемся. Вот. Поэтому вот так. Когда у меня есть запрос на наставник, да, какого-то, я обязательно спрошу совет. Но не упрошенных советов, да, и каких-то людей, которые у меня там нет со многими отношениями, да, здесь. И вы мне пишите какие-то советы, да, абсолютные, глупости, иногда мне очень смешно, не зная меня, да, лично. Не имея со мной отношения, не имея со мной какое-то общение. Вот. Мне люди каждый день практически пишут, что у них вот такие страхи, у них вот такие там времена на них наложили, у них бесконечное чувство вины, да. То есть мне говорят, ты такая гордая, ты такая уверенная в себе. То есть смотрите, мне в меня чувство вины, что я уверена. То есть когда к вам сестричка пришла и говорит, помолись за меня, за что бы мне страха не было, я такая неуверенная. И вы молитесь над этой сестричкой, чтобы она была уверенная, смелая, как лев, ля-ля-ля. И вот когда она уверенная и смелая и твердая, вы говорите, фу ты гордая. У вас биополярка какая-то получается тогда. Нет, ребята, любить себя нужно, потому что Иисус нас любит. Быть твердой в своей позиции – это хорошо. Быть уверенной – это хорошо. И естественно, конечно, я хожу с Богом, я его люблю. То есть я говорю то, что он мне говорит. И я в этом уверена. И это неплохо. Представляете, вы мне чувство вины, поэтому больше никогда не повесите. Потому что быть уверенной – это неплохо и не грех. Вот. То, что вы называете моей неабунтаркой, это меня не обидит, это комплимент. Мне нравятся люди, которые мыслят, которые мыслят не как толпа, которые выражают свою точку зрения, даже может быть, для вас, для религиозных людей странно, но мне нравятся люди. Такие люди – они живы. Знаете, вот религиозная вот эта вот размазня, вот эта благодать, благодать, сестричка, сестричка, господи, боже мой, я просто не могу. Опять же, да, вот раньше мне говорят, что ты такая была хорошенькая в Африке, выставлялась, я терялся с детишками, сейчас ты такая ужасная, критикуешь и ты такая злая. Вы знаете, то, что говорит твердо свою позицию, то, что я думаю, это не значит злость. Это не значит ненависть. Это значит, что будут они слушать, не будут они слушать, говори. И Еремия, Исаия, они осуждали власть, осуждали народ, осуждали церковь, вашу любимую, которую вы не хотите, чтобы я осуждала. Но если мы не будем этого делать, если мы не будем честно себе задавать вопросы, отвечать на них, зачем нам нужна сейчас церковь, зачем вам нужна церковь, давайте скажем так. Если об этом никто не будет говорить, если вы будете замазывать это все благодать, благодать, все хорошо, хорошо, только не дай Бог не затронет нашу церковь, это в перспективе. Я смотрю на тело Христа, понимаете, я вижу тело Христа. Оно в упадке, оно просто вот, оно застыло. Оно сидит, обсуждает там что-то, оно там общается. И вот от этого мне больно. Мы не ответ на трагедии мира. Вот почему я говорю. Поэтому я говорю не из позиции, что я там ненавижу всех, а из того, что, блин, я очень люблю церковь, и врата ады ее не одолеют. Если мы… Знаете, что такое пробуждение? Это не то, что все-таки раз, Дух Святой сошел, и вы встали и пошли. Нет. Когда вы скажете честно себе, зачем вы ходите в церковь, зачем вы стоите за кафедрой, да, честно, и куда вы идете семь дней в неделю. Ну, шесть дней в неделю, да, воскресенье вы ходите в церковь, а шесть дней в неделю, да. Поэтому просто рассуждаем, отвечаем на вопросы, задумываемся, размышляем, и это неплохо. Неплохо думать своей головой. Вот. Поэтому, еще раз говорю, я прекратила быть угодницей всем, да, выставляя уж как есть. Раньше я играла там в бильярд, и это не выставляла, потому что хотела вам всем угодить и быть для вас удобной. Сейчас я этого не делаю. Я покаялась, и вот если я играю с пацанами на районе в карте, я играю с ними на районе в карте на ужин. И кто, в общем, проиграет, тот зовет на ужин. Ну, за ужином мы поговорим. Поэтому вот так. Хотела еще рассказать там про отношения мужского пола и женского пола. Это тоже для нас страшно. Просто вот очень мне жаль, что мы какие-то вот ненормальные, понимаете. Есть нормальные общения между мужчинами, между женщинами. Есть дружба, есть нормальная, какая-то вот здоровая атмосфера. Мы какие-то вот нездоровые, мы шарахаемся от всего, мы все боимся, мы боимся упасть. Есть моменты, когда нужно отойти. И у меня такие моменты есть. Я не строю себя такого ангела, как Божьего, знаете. Я всегда говорю, что я подвержена токсичным отношениям. И в нужный момент от определенного человека мне нужно отойти. И я это прекрасно знаю. Но, в принципе, вот со всеми пацанами, господи, мне так хорошо с ними общаться. И это тоже мой бэкграунд, потому что я выросла вот в среде, в такой, где все-таки мне безопасно было. И это была команда по брэк-дансу. И меня уважали там. И хорошо ко мне всегда относились. То есть у меня не было особо никаких проблем таких. И поэтому, наверное, еще мой бэкграунд, он как-то сказался. Но тоже нам нужно выздоравливать. Нам нужно учиться спокойно, нормально, мгновенно разговаривать. Ставить границы, где нужно. Потому что я ставлю эти границы. Я говорю, пацаны, у меня вот такие и такие принципы. Хотите общаться? Будем. Не хотите? Вообще. Окей. It's ok. Но мы дружим. В итоге, короче говоря, вот мы дружим. Поэтому очень хочется, чтобы мы были взрослыми, здоровыми, нормальными. И задавали вопросы. И если вы мне какие-то вопросы даете, вы видите, я на них тоже отвечаю. Потому что я думаю, что диалог – это не ненависть. Я думаю, что это нормальное, здоровое общение, к которому нас не приучали в церквях, к сожалению. Мы всегда должны быть, как комсомолы, сказать «да и ми». Всем хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok